История, о которой пойдет речь в этом видео, одна из тех, которые поражают настолько, что позже по ним пишут книги или снимают фильмы. Да, события в ней поистине уникальны, но главное, что после нее каждый должен ответить для себя сам на вопрос в конце видео. История начинается с человека по имени Кен Рекс Макклрой. Он родился 1 июня 1934 года в Канзасе. Его родители были бедными людьми, мать почти не работала, отец либо перебивался случайными заработками, либо воровал. Сам же Кен Макклрой был 15-м ребенком в семье. С юных лет он уже понимал, что ждать помощи от родителей не имеет смысла, поэтому еще со школы Кен сам обеспечивал себя. Однако путь обычного деревенского работяги мало привлекал его. Имея огромное количество старших братьев, Кен с детства понял, что многое в этом мире можно просто взять силой. В итоге, к 12 годам Кен Макклрой бросил школу. Уже тогда он был хорошо знаком полицейским округа на Дуэй. Его преступная карьера началась с мелких преступлений, типа кражи зерна, грабежей, угона скота и тому подобного. Но с каждым годом Кен Макклрой становился все более и более жестоким. Со временем Кену удалось приобрести ферму около городка Скидмар. Мы уже бывали ранее в этом городке, когда говорили о деле Бобби Джо Стиннет. Напомню, что Скидмар – это маленький городок в штате Миссури. Население городка не превышает 300 человек. Преступления в этом городке были большой редкостью, но лишь до того момента, пока в нем не появился Кен Рекс Макклрой. К 1967 году Кену Макклрою было 33 года. Он жил со второй женой, женщиной по имени Элис. К этому моменту у Кена было 12 детей от разных женщин. В этом году в истории появляется еще одна женщина, или даже правильнее сказать – девочка, 12-летняя Трена Маклауд. Трудно сказать, чем она привлекла Макклройа, но он неоднократно насиловал ее. Когда это стало широко известно, то чтобы избежать тюрьмы, Макклрой решил жениться на Трене. Однако она была еще слишком юна. Для брака было необходимо согласие родителей. Те же, разумеется, были против, но для Макклройа это не было большой проблемой. Он знал, как можно заставить человека поменять свое мнение. Для начала он приехал к дому родителей Трены и показательно, прямо у них на глазах убил их пса. Этого оказалось недостаточно, чтобы запугать их, и следующий шаг Макклройа был уже более радикальным. Ночью, 17 мая 1968 года, он приехал к дому родителей Трены, облил его бензином и поджег. Он дождался, пока все выбегут из дома, и только после этого сел в пикап и уехал. Очевидно, что он медлил специально, чтобы у родителей Трены не было сомнений в том, кто это сделал. В итоге он получил, что хотел, и в 13 лет Трена стала жить с Макклройом и его тогдашней женой Элис. В 14 лет девочка родила ребенка. Через две недели после этого Трена опять сбежала к родителям. На этот раз Макклройу все-таки были предъявлены обвинения в изнасиловании и поджоге. Трену, которая по большому счету была ребенком, поместили в приемную семью. Семья была из другого города, города Мэривилл, находящегося в 30 километрах от Скидмара. Вероятно, считалось, что смена города обезопасит Трену, но это было не так. Макклрой не провел в тюрьме ни дня. Несмотря на серьезные обвинения, он вышел под залог в 2,5 тысячи долларов. Уже тогда Макклрой был хорошо знаком с адвокатом Ричардом Макфаденом. Этот человек неоднократно вытаскивал Макклроя из тюрьмы, казалось бы, в безнадежных ситуациях. Так или иначе, Макклрой опять оказался на свободе. После этого он вновь принялся за то, что получалось у него лучше всего запугивать людей. Он узнал адрес приемной семьи, которой переехала Трена. Каждую ночь он приезжал к их дому. Макклрой садился напротив дома и просто смотрел в его окна. Периодически ночью он выпускал пару пуль в воздух или иногда в направлении дома. Так продолжалось несколько дней. Спустя примерно неделю такой изнурительной пытки, он сказал отцу семьи, в которую поселили Трену. «Я готов обменять девочку на девочку». В этой, казалось бы, не совсем ясной фразе был четкий, понятный для отца семейства смысл. Макклрой таким образом намекнул, что если Трена не вернется к нему, то он причинит вред биологической дочери приемной семьи Трены. Он четко дал понять, что знает, когда она выходит из дома, на какой автобус садится и в какую школу ходит. В итоге, приемная семья отказалась от Трены. Она была вынуждена вернуться к Макклройу. Тот развелся с Элис и все-таки женился на 14-летней Трене. Макклрой в итоге вышел сухим из воды. Его не посадили ни за изнасилование, ни за поджог. Как и каждый раз до этого, важную роль в этом играл постоянный адвокат Макклройа Ричард Маккфаден. Часто основной работой для него было добиться выхода Макклройа под залог после обвинения в том или ином преступлении. Все остальное делал уже сам Макклрой. Излюбленным методом Макклройа было сидеть с винтовкой по ночам у дома жертвы или свидетеля, периодически стреляя в воздух. Почти всегда это давало нужный эффект. Жертвы отказывались от обвинений, а свидетели отдачи показаний. Когда же дело доходило до суда, то тут уже шло в ход запугивание присяжных. Для них, помимо классических угроз, Макклрой держал в рукаве еще один трюк. Он подбрасывал гремучих змей в почтовые ящики людей, которые принимали решения в суде. У Макклройа за плечами было более двух десятков судебных дел. Грабежи, изнасилования, поджоги, кража скота. Но ни по одному из них он не провел ни дня в тюрьме. Все, как и раньше, сводилось к вышеописанной схеме. Адвокат добивался выхода Макклройа под залог. Тот запугивал свидетеля или жертву. И в итоге дело против Макклройа рассыпалось. Никто не хотел вступать в конфликт с Макклройем. Так продолжалось до 1976 года. В июле 1976 года фермер по имени Ромейн Генри ехал по проселочной дороге на территории своей фермы. По пути он увидел Макклройа. Генри понимал, что такая встреча явно не к добру. Наверняка целью нахождения Макклройа на территории Генри была кража чего-либо, вероятнее всего, скота. Генри подъехал к Макклройу и у них началась перепалка. Конечно, привыкший к безнаказанности Макклрой не мог стерпеть такой дерзости. К слову говоря, Макклрой, несмотря на внушительные габариты, рост 190 сантиметров и вес за сотню килограмм, очень редко дрался. В основном в конфликтах он применял либо нож, либо огнестрельное оружие. Так произошло и в этот раз. Макклрой дважды выстрелил Ромейну Генри в живот. Затем Макклрой на мгновение замешкался. Генри же в это время вдавил педаль газа в пол и таким образом уберег себя от смерти. Он доехал до местной больницы. К счастью, пули не задели важные органы и мужчина выжил. Казалось, что уж на этот раз Макклрой точно получит то, что заслужил уже давно. Ему были предъявлены обвинения в покушении на убийство. Однако дело немного затянулось, а в его конце Макклройу и вовсе удалось надавить на двух местных охотников. Те, в свою очередь, подтвердили, что Макклрой был с ними в день, когда был ранен Генри. В итоге и на этот раз Макклрой был оправдан. Жители города не могли в это поверить. Как и на этот раз ему все сошло с рук? Что, черт побери, должно еще произойти, чтобы этот парень получил по заслугам? Вопрошали жители города. Теперь, когда все знали, что Макклройу может сойти с рук даже убийство. Каждый раз, когда он приезжал в город со своей удаленной фермы, город будто превращался в призрака. Улицы пустели, а люди скорее спешили домой, чтобы лишний раз не пересекаться с человеком, держащим в страхе весь Скидмар. Теперь мы плавно переходим к 4 апреля 1980 года, ключевой дате в этой истории. В этот день Кен Макклрой с двумя детьми и женой Треной, той самой Треной, которую он взял в жены, когда ей было 14 лет, был в Скидмаре. Макклрой, как это часто бывало, проводил время в единственном баре города – D&G Tavern. Хозяин бара ненавидел его не только за то, что Макклрой был отвратительным человеком, но и за то, что тот существенно снижал выручку бара, ведь когда в него входил Макклрой, почти все уходили из бара. Трена с детьми пошла в местную бокалейную лавку. Она принадлежала пожилой паре – 71-летнему Кларку и 70-летней Эвелин Бовенкамп. В какой-то момент Кларк поймал 4-летнюю дочь Макклройа за кражей конфет. Он сказал ей, что красть нехорошо, достаточно просто попросить. Девочка же пожаловалась об этом жене Макклройа – Тренне. За годы жизни с Кеном Макклройем она также приобрела довольно скверный характер. Трена начала скандалить с хозяином магазина, окончив разговор фразой «Скоро вы сильно пожалеете об этом». Трена покинула магазин, а спустя примерно десяток минут в него вошел Кен Макклрой. Он не сказал ни слова, пару минут он простоял у входа, смотря на Кларка и Эвелин, владельцев магазина. Затем он ушел, однако было очевидно, что на этом все не закончится. Уже этой же ночью Макклрой появился у дома Бовенкампов. Он провел там всю ночь, периодически стреляя в воздух. Макклрой то появлялся, то пропадал. Это продолжалось несколько недель до 5 июня 1980 года. В этот день 71-летний Кларк Бовенкамп сидел у запасного выхода своей бокалейной лавки. Туда подъехал Кен Макклрой. Он вышел из машины и подошел к старику. Затем Макклрой достал револьвер и выпустил две пули в шею пожилого человека, после чего сел в машину и спокойно уехал. Невероятно, но старик выжил, а Кен Макклрой вскоре был в очередной раз арестован за покушение на убийство. На тот момент это было единственное преступление, за которое он провел хотя бы сутки в тюрьме. С помощью уже знакомого нам адвоката, Ричарда Макфадена, Макклрой вновь был выпущен под залог. После этого Макклрой вернулся в свой любимый бар, а люди в городе вновь с ужасом вопрошали. Как? Почему этот человек не в тюрьме? Макклрой же действовал уже привычным для себя образом. Периодически он приезжал к дому Бовенкампов и стрелял то по дому, то в небо. Эвелин Бовенкамп, в надежде что залог Макклройа аннулируют, пожаловалась на это городскому маршалу. В США структура федеральных маршалов занимается в том числе и надзором за обвиняемыми, вышедшими под залог. Маршал Дэйв Данбар поехал к Макклрою, чтобы объяснить, что если тот и дальше продолжит терроризировать Бовенкампов, то суда ему придется ожидать в тюрьме. Макклрой даже не стал слушать маршала Данбара, он направил на него револьвер и сказал проваливать. На следующий день маршал Данбар добровольно сложил полномочия. Летом 1981 года прошел суд над Макклройем по делу о покушении на убийство Кларка Бовенкампа, того старика, которому Макклрой выпустил две пули в шею. Это было первым для Макклройа обвинительным приговором. Казалось бы, все было довольно прозрачно, но нет. Видимо, как и каждый раз до этого, трюки Макклройа сделали свое дело. Статья была переквалифицирована с покушения на убийство, по которой он должен был получить от 10 лет тюрьмы в нападение второй степени. Это довольно нелепо, ведь нападение второй степени – это нападение, которое не несет угрозы для жизни. Как с этим вяжутся два выстрела в шею – непонятно, но тем не менее, именно по этой статье был осужден Макклрой. Присяжные рекомендовали дать ему до двух лет тюрьмы, однако в этот же день Макклрой вновь оказался на свободе. Адвокат подал апелляцию, и пока она была на рассмотрении, Макклройа выпустили под залог. Макклрой избежал тюрьмы и мог оставаться на свободе до тех пор, пока не исчерпает своей апелляции. Он свободно насмехался над своими жертвами, говоря то, что было и так до боли очевидно. Он никогда не попадет в тюрьму. В этот же день, день выхода под залог, Макклрой появился в баре D&G с винтовкой и ножом. Он объявил всем, что доведет начатое до конца, а именно – прикончит старого Кларка Бовенкампа. Никто не сомневался, что он так и сделает. Уже на следующий день, 10 июня 1981 года, постоянная безнаказанность со стороны закона Кена Макклройа привела к логичному финалу. Шериф приехал к местному бару. Улица была пустынна. На ней был лишь серый шевроле Сильверадо, за рулем которого был мертвый человек. Этим человеком был Кен Рекс Макклрой. Рядом стояла его жена Трена. Шериф спросил у нее, кто это сделал? Она холодно ответила – все. Утром 10 июня 1981 года десятки местных жителей, уставших от беспредела и безнаказанности Макклройа, собрались в здании местной школы. Они думали, что можно сделать с постоянно терроризирующим их человеком. Всем уже было понятно, что на закон полагаться не стоит. В итоге они направились к бару, где в этот день был Макклрой с женой. Около десятка мужчин вошли внутрь. Они сказали Макклрою убираться из города. Тот спокойно допил пиво и только после этого они с женой встали и вышли на улицу. Там находилась еще пара десятков мужчин. Трена и Макклрой сели в свой пикап. Затем тишину прорезал звук выстрелов. Пара мужчин вытащила Трену из машины и стрельба продолжилась. Спустя примерно 10 минут улица опустела. На ней осталось только Трена и уже мертвый Кен Макклрой за рулем своего пикапа. Никто кроме Трены не пытался вызвать врачей. Да и она по сути не могла этого сделать. Ведь каждая дверь, в которую она стучалась, непременно оказывалась закрытой. Шериф сам приехал к месту происшествия спустя примерно полчаса после случившегося. Рядом с пикапом были обнаружены гильзы от патронов винтовки 22 калибра и револьвера 9 калибра. У этого убийства было по меньшей мере три десятка свидетелей, но все они, кроме Трены, утверждали, что им ничего не известно об этом убийстве. Трена назвала имя как минимум одного человека из толпы, который, по ее словам, точно стрелял в Макклройа. Однако прокурор так и не предъявил никому обвинений. Это породило разговоры о массовом заговоре в Скидморе с целью сокрытия убийц Макклройа. Разговоров о заговоре также добавило и то, что когда в день смерти Макклрой въехал в город, местный шериф, наоборот, покинул его на некоторое время. Несмотря на то, что все вышесказанное происходило в городке с населением не более 300 человек, убийство Макклройа получило широкую огласку в прессе США. Настолько, что к делу в какой-то момент даже подключилось ФБР, но даже им не удалось получить ни от кого из жителей города каких-либо показаний. В итоге обширное расследование так и не привело к предъявлению каких-либо обвинений. В 1984 году Трена, вдова Макклройа, подала иск на 5 миллионов долларов против города Скидмор, графства над Уэй, шерифа Скидмора, мэра Скидмора и человека по имени Дел Клемент, хозяина бара D&G. Человека, который со слов Трены точно был одним из тех, кто нажал на курок в тот день. Позже дело было урегулировано во внесудебном порядке с выплатой 17,5 тысяч долларов. При этом никто не признал себя виновным. Причиной, по которой Трени выплатили деньги, мэр назвал то, что это было дешевле, чем дорогостоящие судебные издержки в случае рассмотрения дела в суде. Позже Трена снова вышла замуж и переехала в город Ливан, штат Миссури. Там она умерла от рака в свой 55-й день рождения, 24 января 2012 года. В 1988 году по этой истории была написана книга «Средь бела дня», а в 1991 году был снят одноименный фильм. Слыша эту историю, многие задаются вопросом, что это было – правосудие или все же убийство. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова